Привет! В прошлом видео о ПК мы затестили Ryzen 1600 за 80 баксов с Алиэкспресс. Сборка получилась довольно недорогой, но дешевой карты RX 570 многим явно уже мало. И вот в комментах я обнаружил одно простое и понятное высказывание. Пользователь Oliver Rock написал, «Так чего же ждать? Давай пихай чертову видеокарту мощнее!» Ну как тут удержаться? Я не буду останавливаться подробно на самой сборке. Просто в описании ставлю ссылки на комплектующие и предыдущие видео. Пока что тут стоит карточка RX 460 в качестве затычки. Ведь я не играю на данной сборке, но я собираюсь поставить кое-что другое. И сделать из этого малыша действительно игровую и рабочую тачку. И давайте же смоделируем ситуацию, когда мы экономим на процессоре, но на карте не очень. И у меня такое подозрение, что это будет более правильный вариант, чем наоборот. Наша карточка будет стоить около 10 тысяч гривен, а проц лишь 2 тысячи. Вместе это 12 тысяч. Если взять проц с Ryzen 3600, к примеру, то это уже 6 тысяч в среднем, что в 3 раза дороже, чем наш камень. И за 12 тысяч гривен уже не вложимся в такую карту и проц. Потому пришлось бы экономить на видяшки и получить меньше FPS в итоге, если бюджет ограничен. Ну уж нетушки! Ведь я прекрасно понимаю, что собрать реально мощный ПК далеко не всем по карману. Вот мы и экономим. А сегодня Ryzen 1600 это самый доступный 6-ядерник среди Ryzen, ведь цены крепко просели с выходом третьей ряженки. Сначала я подумал, что нужно ставить GTX 1660T. Как золотую середину по производительности и цене на сегодня. Но потом я решил, что если гулять, так гулять. И подумал, что стоило бы чуток переплатить и взять 2060T, чтобы иметь самый доступный игровой вариант с возможностью попасть в волшебный мир трассировки лучей. Плюс прибавка в производительности. И стоит она все же не намного дороже. Ну и держим в уме, что напросто мы пожлобились и взяли в 3 раза дешевле, чем третья генерация. И вот я ее раздобыл. И скажу сразу спасибо магазину Fishky.ua за предоставленный на тест образец. И кто с Украины, прошу обратить внимание. Я сравнивал цены с другими магазинами и тут вполне хорошие цены и часто есть скидки. Плюс почти в каждом городе есть точки выдачи. Все оперативно, без проблем, с гарантией. Ну все как положено. В общем ссылку на карточки я добавлю в описание. Почему именно палит? Да все же дело в цене. Я знаю, что данная карта не сказать, чтобы сильно горячая. Можно не искать варианты прям с топовым охлаждением. Тут как вы заметили два кулера. В моем случае версия OC с некоторым заводским разгоном. И я не думаю, что стоит переплачивать. Но если найдете по минимальной разнице в цене, можно брать ее. А можно обычную, которая дешевле. Я думаю, что это неплохой доступный вариант 2060. Сейчас правда уже есть карточки супер, но у нас обычная. Не супер. Как-то странно звучит. 2060 не супер. Ладно, сейчас мы будем менять карточки. А ну-ка полезай, красавица, туда. Установить очень просто. Карта занимает два слота. И после этого все, что нужно, втыкнуть питание 8 пин. У меня переходник 6 на 8 пин. И напомню, у меня тут стоит дешманский блок от AeroCool на 550 ватт. И для него это, по идее, будет стресс. Но замечу, что работает он усердно уже давно, почти год. И судя по комментариям людей, мой ПК должен уже был давно сгореть или просто взорваться. Но все же для таких карт нужно было бы что-то мощнее и надежнее. Вот и будет интрига, как раз проверим, затащит ли. Рекомендуемая мощность для карты 500 ватт. Но мы-то знаем, что китайские 550 ватт могут выдавать на самом деле 400 и даже меньше. Посмотрим. Ну-с, включаем. В общем, все запустилось. Видим подсветку, хоть и одноцветная, но эта симметрия мне нравится. Плюс гармонирует с моим белым корпусом. И теперь, конечно же, я собираюсь затестить игры. И желательно, требовательные. Первая игра «Метро Исход». Я специально выбрал довольно тяжелую и загруженную сцену на улице со снегом и множеством деталей. Настройки выставил Extreme в Full HD. Трассировка лучей выключена. И как видим, наш FPS колеблется в пределах 45-50 кадров. Карточка загружена полностью. И скажу, что я основательно побегал в данную игрушку по времени, пока доходил сюда. И сразу обратил внимание, что температура всегда до 70 градусов. Я специально снял боковую крышку, ведь у меня не стоят кулеры на морде пока. Вдува нет. А так мы сымитируем его. Итак, теперь я включаю здесь же трассировку лучей и бегу туда же. Я вижу, что значение FPS упало приблизительно на 10 кадров. Хоть если честно, конкретно здесь я особой разницы-то и не увидел. Методом тыка я определил, что вполне можно выставлять настройки Extreme и среднюю трассировку. Или высокую трассировку и чуть понижать настройки. Играть можно, как говорят, с удовольствием и припеваючи. А наш прот здесь не является узким местом. Ничего себе метель! Не видно ни черта! А вот сейчас в подземелье видно нереально большую разницу в FPS. Всключенной и выключенной трассировкой. Целые 50% точно. И там, где нет лучей и просто достается больше работы, как мы видим. Окей, двигаемся дальше. Включаем очень требовательную Assassin's Creed Odyssey. На протяжении всего бенчмарка видим, что линия фреймтайм без резких скачков. Все довольно плавно. И процы карта загружены почти под завязку. И выдает данная связка 54 кадра в среднем. И далее автоматически игра сама ставит ультра настройки графики. И что примечательно, немного игр есть, которые местами под завязку используют железо. Как проц, так и карточку. Побегом на карте я убедился, что здесь легко можно получать 60 и выше кадров на ультра настройках графики. И при этом хочу опять заметить, что температура как процессора, так и карты в пределах 60-65 градусов. Железо реально холодное, что конечно же радует. Не знаю как вам, а мне такая графика очень даже по душе. Раз мы уже взяли за Ассасинов, давайте протестим также очень процессорозависимую игрульку Assassin's Creed Origins. Первым делом я также прошел бенчмарк и увидел, что местами карточка была недогружена. Местами даже ниже 70%. Проц тоже не на 100% был задействован. Да, это только местами. Я думал, что возможно дело в том, что игра установлена на обычный жесткий диск. И местами такое может случиться. Все равно система показывает очень высокую производительность. И 68 кадров в среднем. Тогда давайте же проверим в реальной игре. Мы ведь не лыком шиты. Я специально снова выбрал загруженную локацию в городе, где много людей и зданий, все в движении. И тут все встает на свои места. Я вижу, что и Проц, и Карта усердно трудятся. 65-70 кадров. Карта ближе к 100% загружена. И Проц вполне успевает подкидывать ей работку. Играть на ультра настройках на такой сборке не то, что можно, а даже нужно. Что же, позади три тяжелых игрушки. А что если мы включим довольно свежую и также очень требовательную игрушку Control? Честно говоря, я впервые играю в нее. И вот тут, например, я так засмотрелся на это висящее тело, что и не заметил ходячих тел, которые начали стрелять в эту красивую и хрупкую женщину. Чего, блядь? Короче, надеваем для устрашения на себя тумбочку, чтобы защитить свою задницу от пуль и с боем вперед. Не знаю, как так вышло, но зацениваем не только графику, а как барышня вместо юбки носит на себе тумбочку. Не, ну бывает чего, весело же. Но суть не в этом, друзья. Как вы заметили, в игрушке вполне играбельный FPS. Занято 8,5 гиг оперативы и 4 с лишним видеопамяти. Карта загружена по уши, а вот Проц отдыхает. Но не суть. Я хотел вам показать трассировку. Тут она реально меняет восприятие игры в лучшую сторону, делая все вокруг более реалистичным. Я все больше убеждаюсь в том, что назад дороги нет. И все больше игр будут появляться с этой технологией. Сейчас трассировка выключена и вроде бы графика ничего. Но вот здесь я ее включаю и разница сразу заметна. Забегаем в коморку, где я уже был и ловим легкий испуг от своего же отражения. Да, действительно все более красиво, но и в принципе на младшей RTX карте 2060 вполне себе играбельно. Тем более, если побаловаться настройками. Потом ради интереса я запустил эту игрушку на своем рабочем ПК с Ryzen 7 2700 и карточкой 1080. Хотел увидеть разницу в FPS при включенной трассировке. Ведь такая возможность есть. Но не тут-то было. Если FPS в этой игре на таком же уровне без трассировки, как и в 2060, то включив ее сразу получаем слайд-шоу из 15 и 20 кадров, зависание, а потом и вылет игры. 0 FPS. Логично, тут же нет RTX ядер. Хорошо, давайте пройдемся по всем знакомой классике Battlefield 5. Здесь можно получать 80-90 кадров на ультра настройках графики, местами даже больше. А вот здесь, например, я выставил минимальные настройки графики, чтобы припахать проц и исключить упор в видяшку. Конечно, FPS выше. А вот тут я поставил рендеринг со 100 до 200%, если вы знаете, о чем я. Детализация, конечно, выросла, но FPS заметно просел. Учитывая, что локация непростая, делаю вывод, что играть можно даже так. Но для комфортных 60 кадров нужно вернуть рендеринг по умолчанию. Как видите, настраивать можно под себя как угодно и получать нормальный геймплей. Давайте же посмотрим на любимого тестировщиками железа Ведьмака. И вот сейчас вы увидите ультра настройки графики, при этом со всеми включенными эффектами волос. Но замечу, что если отключить его пышную гриву, то я особой разницы не вижу. А FPS повышается ощутимо. И мне кажется, тут эффекты волос для того, чтобы загрузить вашу карточку ненужным. И как видим, у нас в таком режиме более 100 FPS. При этом проц расслаблен и здесь отрабатывает в основном видяшка, попутно радуя приятными температурами. Пожалуй, друзья, здесь можно подвести итоги. Игры у нас были действительно требовательные. И вы прекрасно понимаете, что если кое-что из этого идет хорошо, то и другие тоже будут идти неплохо или даже отлично. Драйвера немного допилили, а вот на 10 серию GTX я смотрю, Хуанг потихоньку начинает класть болт. Ведь на старте 1080, к примеру, обходило 2060, а сейчас они плюс-минус на одном уровне. Что же, обидно, но закономерно. Трассировка, да, думаю, есть смысл заюзать. Это наталкивает на мысль, что если и брать новую карточку, то уже желательно с RTX. А без, то выгодно брать 10 серию, если найти БУ по хорошей цене. Я 1080 покупал БУ и все нормально. Но, правда, замечу, что моя ROG Strix от ASUS с тремя вертушками греется на градусов 10 выше. Не знаю, может пора термопасту менять, но она еще на гарантии и не хотелось бы гнать лошадей, как говорят. А в целом, такую сборку, за исключением блока питания, который я бы к этому железу не ставил с нуля, можно смело рекомендовать как хорошее соотношение цена-производительность. Проц стоит копейки. Видяшка по усмотрению по бюджету. Но явно, что он и 2060 отличная парочка. Я думаю, и 2070, и даже 2080 можно было бы сочетать с ним. А так данный ПК собирался не под игры, а так для офисной работы и видеомонтажа. Но, как видите, воткнув сюда нормальную карту, мы получили игровой ПК даже выше среднего. Да, FPS был бы поярче с пятым Ryzen 3-го поколения, но и цена там уже, как вы знаете, другая. Мы ведь ищем менее затратные решения. Пишите в комментах, как вам сборочка, что бы добавили, что бы убрали, ну и все как положено. Это лишь один из десятков и десятков вариантов, но по-моему весьма достойный. С вами был Андрей, канал Smart Plus. Подписывайтесь обязательно и всем удачи. До новых гаджетов и ПК. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok